и снова здравствуйте друзья нахожусь я сейчас на крыше чтобы показать вам чесночное поле прополка последняя была на прошлой неделе поэтому на этой неделе можно скажем так отдохнуть от этого нудного дела но 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 уже пошли стрелки хотя сегодня только 11 июня по моему немного рогановато в прошлом году было позже в общем через неделю придется обламывать эти стрелки ну и прополоть его еще разок ну а пока можно сменить сферу деятельности и заняться и заняться проведением воды в те точки на огороде которые которые как нам кажется более менее целесообразно провести воду итак друзья занялся я проведением воды в нужные точки на огороде снимать конечно начал я поздновато сейчас объясню как у нас была вода до сегодняшнего дня водоснабжение у нас из скважины и вода на огород выходила вот отсюда то есть вот где сейчас то есть где сейчас уголок опускается вниз там был кран и в общем-то шлангами по огороду мы эту воду растаскивали скажем так сейчас я сделал вот такую вот небольшую траншейку спаял это трубами и пока вот насколько труб хватило в эту сторону провел на 10 метров а также провел вдоль дома это у нас вода пойдет вот на здесь вода потребуется чтобы поливать вот вот те грядки на которых растут перцы в общем зелень как говорится надо поближе посадить чтобы грядки прямо к столу ну в общем то вот таким образом пока обстоят дела с водой сейчас закончу выкапывать траншейку и попробую поискать в загашниках где-нибудь еще остатки труб но в общем-то бэушных и так далее потому что воду планируется провести вот сюда где стоит вот этот вот нержавеющий бак из старой бани для того чтобы можно было с шлангом раздавать воду вот на эту часть нашего сада вот прокопал до конца насколько трубы хватило а сейчас пока перерыв перекур итак траншейка выкопана труба туда уложена сейчас будут приступать к закапыванию наверное кошак тоже мне поможет он же любит что-то копать и займу секундочку еще вашего внимания покажу что я выкопал это значит какое-то бревно и кирпич почему-то кирпич оказался даже глубже закопан чем это бревно не знаю возможно здесь был какое-то строение какое строение я еще не знаю но есть а сейчас я расскажу о том какое было на моей памяти а также вот сколько металлолома я выкопал видите даже биндик от стартера автомобиля возможно здесь когда-то была типа мастерская а на моей памяти здесь было строение типа сарайчика какого-то курятника вот так она находилась вот именно здесь где не растет пока трава там были опилки в общем-то все было засыпано опилками и трава только-только начинает пробиваться вот кстати был вход в теплое скажем так помещение но там насестов нету в общем-то но факт в том что это был просто сарайчик какое его было предназначение я не знаю но в общем-то разобрал я его совсем недавно потому что он нам оказался ну не совсем нужен в общем внутри он был низкий он нам совсем не нужен но и в общем сейчас вот из этой двери можно пройти вокруг дома и не обходить этот сарайчик а ну и в дальнейшем планы по утеплению и укреплению терраски особенно нижней части видите как стоят опорные столбы один более-менее ровно а второй наклонен достаточно сильно поэтому не мешало бы это все дело укрепить но это уже следующим этапом а сейчас пока продолжим закапывать траншею а не знаю даже друзья что это такое либо нож либо напильник очистим посмотрим итак друзья траншейка закупана осталось закрепить только вот эту трубу к фасаду нашей терраски но это я сделаю с помощью тарной ленты и обыкновенных саморезов и конечно при помощи кое-какого инструмента ну вот такой вот крепежик получился да в общем то все работает ну и вот чем заканчивается труба проведенные в эту сторону это краном который сейчас должен работать работает итак третьей точкой нашего распределения воды будет вот этот вот умывальник он тут он тут установлен с момента приобретения данного участка уже четвертый год ему здесь уже четвертый год он здесь находится но вода как вы видите вот верхнем бачке чтобы помыть руки надо было и шланга на наполнять этот бачок сейчас я хочу к нему провести воду планирую это сделать вот таким образом от этого отвода значит немножко продлить сюда и под 90 градусов вот в общем то вывести вот на эту стену на высоту чтобы было удобно но я также насколько позволит мне вот эти вот обрезки которые я собрал ну и в общем то что получится вы скоро увидите ну а пока приступаем к паял итак завершил я спал и так завершил я сварку и спайку вот этой вот конструкции получился вот такая вот штука немного под уголками 45 но в общем то выходит в правильном месте скажем так но кран который я оставил это был кран от батареи от какой-то он в общем то показал себя не лучшим образом я думал им можно будет регулировать подачу воды как обычным смесителем но нет то есть вот и брызжет во все стороны придется его наверное поменять но это уже но это чуть попозже а сейчас пока будем вкапывать эту конструкцию в землю и так на сегодня заканчиваем с водой вот что у меня получилось значит одна трасса проходит вот туда к краю дома чтобы поливать скажем так вон тот верхний сад вторая трасса проходит у нас напрямую на огород ну как бы практически до конца то насколько труп хватило поэтому она заканчивается вот именно здесь и переходит шланг ну и третье ответвление проходит вот сюда к умывальнику осталось его только закрепить в общем то и на сегодня с водой будет практически все закончено но вот сейчас покажу доколе хватает нашего шланга ну шланг конечно у нас не шланг конечно у нас не один но одного из хватает вот до сих пор это грядочки с чесноком далее значит помидоры накрытые ну и поле чесночное до него конечно не хватило ну ничего страшного до до теплицы вода доходит тем более я могу еще немного со шлангом пройти вот где он заканчивает вот где он заканчивается в общем то сегодня пасмурная погода уже вечереет поэтому можно смело полить клубнику ладно хватит баловаться вот друзья теперь точно окончательный финиш значит здесь переделал кранчик поставил обыкновенный в общем то ну а пока но пока вместо смесителя просто подводку для воды ну и сейчас продемонстрирую как это конструкция работает таким образом находясь на огороде можно спокойно помыть руки ну и в общем то но свою наибольшую популярность этот умывальник приобретает когда вот на этом мангале жарится мясо и в общем то после рассола ой ну и в общем то после маринада не не мешало бы помыть руки чтобы далеко в дом не ходить и не таскать с собой ведро с чистой водой в общем то вот этот умывальник оказался прямо на своем месте но сейчас он можно сказать модифицированный и вода в нем льется уже из скважины